Его нельзя вынуть. Они же строили очень просто. Из досок сооружали каркас, выкладывали первый уровень и забивали камнями. Камень не гниет, водой его не разобрет, если сверху глиняную сделать. И все. То есть проблема была в том, чтобы найти большое количество плоских камней. Чтобы их не обрабатывать, чтобы долго. И все сюда их привезти. А собрать там мост вот так. Вот конструктивная арка. Вот она держит все это. То, что сверху, это уже заполнение. Но не несет никакой нагрузки на себя. Наоборот. Она подпирает землебит внутри. Я не пойму, почему вот эти некоторые торчат. Потому что вот здесь вот этот камень. Он как будто бы восстановленный. Может быть, хотя у меня такое ощущение не имеет. Ну да, массивно, прикольно. Смотри, вот интересно. Земля или камень? Нет, нет. Я имею в виду в самом там помещении, там кирпич. Внутри-то, конечно, земля. Потому что камнем, ну и даже не земля, возможно, глина. Землебит, они же строили. То есть много слоев земли прессованной. Потому что если камень укладывать, он водой пропитается, будут подвижки. А землебит, он прессуется и сам превращается уже потом в породы. Вот не дадут все высохло вообще. Самое интересное, как они устраивали фундамент. Точнее, не фундамент, а основу. То есть на чем она стоит. То есть укладывали они слои песка, хрещебня. То есть что ниже на 2 метра. Потому что все-таки вода замерзает, кучит. Понятно, что камень имеет там какую-то подвижку, да? То есть движется. То есть конструкция, она такая, она живая. Она вся... Вот что там ниже. То есть не как строили, не что там такое снаружи, такое красивое и объемное. Что там? Маленький нюанс. Львов умер в 18 веке, поэтому мы не можем у него спросить. Это был бы самый простейший и оптимальный вариант. А раскопы здесь проводить никто не даст. Нет, ну наверняка в других местах раскопы делали и так далее. Просто вот я не в Туршем, не интересен. Конечно, какие-то сведения. Вот, допустим, в Грузинах точно такой же мост. Естественно, меньших форматов. Ты там тоже не был, да? Ну мы ехали из Райка вниз по Тверце. И там два моста. Ты про это говоришь. Нет, Грузина это вообще в другую сторону. А, мы в этой, в Панике были. А, ну... В Панике там два моста. В Панике там тоже такие мосты, да. Мы только вот один. Мы один проскочили, мы были на втором, на заброшенном. А все основные велосипедисты ездят и на первом, который побольше. Но на заброшенном не бывает, наоборот. А вот как раз мы поехали по первому. И в связи с этим мы водопад не нашли просто. Мы не знали, где он. Так а вы мимо него же должны были проехать. Да. Но мы поехали вот по мосту и... А, он не доезжает до моста. Ну, это мы уже потом узнали. Там вторая камера интересная. Да. Там сохранилась она целиком. Угу. И на чего это было главное? Ну, какие-то помещения, погреба. Как тролли живут. Тюрьма. Все что угодно. Назначение могло меняться в зависимости от воли барина. Мне понравилась тюрьма в Белграде. Мне тюрьма вообще не понравилась. Крепость белградская. Крепость белградская. Крепость, где я помещила. Ага. Мне тюрьма на Соловках не понравилась. Нас в нее не пустили. На нас начали орать, потому что пошли вон отсюда грязные. Попрошенки. Ну, кто-то успел. По-моему, Миша Чернышев проскочить в телевоз. Пришли люди. Хотим к тюрьму. И то не пустили. Здесь все разобрали. А? Здесь все разобрали. Я думаю, здесь ничего не было. Я не уверен, что вниз этого дороги. Почему? Не знаю. Мне так кажется, что вот здесь вот она и заканчивается. Я не успокуюсь теперь. Надо посмотреть, как называется музей в этом. И это chceiasen город. Это великолепный изгород. Да? Да. Это великолепное изгороде. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Спасибо.